Первые вопросы повестки вне очередного заседания предсказуемо были связаны с переходом спикера Александра Лазарева на должность замгубернатора. Экс-председатель ЗАГС Собрания сложил полномочия депутата и вышел из комитета по налогам и бюджету. Лазарев уже выехал в новые регионы для знакомства с ситуацией. Что примечательно, до новых выборов председатели областного парламента функции будут делить сразу два заместителя – Олег Гербер и Павел Киселев. Будем жить в таком, наверное, дуализме некоторое время, ничего в этом страшного нет, никакие процессы не остановятся, все будет работать прекрасно, спокойно. Предложили в таком формате распределить, чтобы Павел Васильевич организационными вопросами занимался, а я уже подготовкой заседаний и их ведения. Нового спикера выберут через одно заседание в конце июля. Это связано с тем, что кандидатура должна пройти процедуру партийного согласования в парламентском большинстве, то есть в Единой России. Ну а сегодня депутаты занимались не только процедурными вопросами. Решилась давняя проблема жителей поселка Тактыбай. По документам он находился в Чебаркульском районе, а по кадастровой карте дорога и часть земельных участков была в Сосновском. Выписка из похозяйственной книги бешкильского сельского поселения не принималась Росреестром как основание для регистрации права. Потому что считалось, что раз в границах Сосновского района населенный пункт числится, то соответственно должна выписывать администрация Политаевского сельского поселения эту выписку, справочку давать. Теперь Тактыбай полностью Чебаркульский. Так что проблем с регистрацией недвижимости и обслуживанием дорог возникнуть не должно. Но и Сосновский район в нагладе не остался. Туда отошла часть территории по соседству. Передали этот поселок, эти земли Чебаркульскому району, а взамен взяли соседние земли, где нет жителей и где не будет таких вопросов. Соответственно земли Чебаркульского и Сосновского района, общая площадь районов не изменилась. Следующее заседание областного парламента пройдет в обычном режиме 29 июня. Сейчас аппарат ЗАГС Собрания и депутаты заняты подготовкой повестки и работой в профильных комитетах. Сергей Сарбашев, Иван Абросимов, Павел Востротин, 31 канал.